Потенциал фудшеринга в России составляет 1 миллион 200 тысяч тонн продуктов ежегодно. Этого объема будет достаточно, чтобы оказывать помощь абсолютному большинству нуждающихся, отметила в разговоре с РБК УФА президент благотворительного фонда Банк Еды Русь Юлия Назарова. По ее словам, в стране 13 миллионов человек живут за чертой бедности. При этом ежегодно выбрасывается порядка 17 миллионов тонн еще годных для употребления продуктов. В ценовом выражении это более 2 триллионов рублей. А с учетом потерь во время сбора урожая и производства, утилизируется до 30 миллионов тонн. Это не только потери для экономики, но и ущерб для экологии. В настоящее время через Банк Еды передается 11 тысяч тонн продуктов. Нам даже не 10% нужно просто от того объема, который выбрасывается. Это вполне реально, если будет соответствующая инфраструктура. Если компании будут понимать, как, в какой момент загоди передать, а у нас, у некоммерческого сектора, мы тут работаем с органами труда и социальной защиты, у нас будет такая синергия, благодаря которой мы сможем оперативно быстро раздавать эти продукты. Напомню, накануне в Уфе открыли распределительный центр Башкортостанского отделения фонда Банк Еды Русь. Он станет штабом координации работы ритейлеров и волонтеров. Сюда будут стекаться продукты, которые затем расфасуют в продуктовые наборы для нуждающихся.